Самое интересное, в таких ситуациях очень прикольно наблюдать за поведением людей. Как бы сразу понятно, кто из себя что представляет. Во-первых, конечно же, вылезла... Конечно же, один из людей есть, которые за меня сильно переживают. Я говорю, Ксюш, что вы будете делать дальше? Ребят, смотрите, я 17 лет, отвела телепроект Дом-2. Это достаточно такая огромная часть моей жизни. Если проект сейчас не будет на канале ТНТ, это ничего не значит. Я думаю, что все будет хорошо. Просто я, в отличие от всех остальных, не люблю разглагольствовать то, чего я наверняка не знаю. Поэтому как только будет объявлено решение, оно будет объявлено и вам. Я понимаю, что вы сейчас с нетерпением все его ждете. Я тоже, поверьте мне. То есть нужно немножко подождать, и все будет хорошо. Но я сейчас про змеи хочу поговорить. Какие же вы ржачные, конечно, вообще. Это вот другое. Какие же вы все-таки порой бываете жалкие. Я сейчас ни в коем случае не про своих подписчиков. Я просто не буду называть фамилии, потому что эти люди даже недостойны. Вы кем были вообще? Вот что вы из себя представляли? И если бы не канал ТНТ, который ваши эскортные рожи показывал бы по телевизору. Вот что бы вы из себя в этой жизни могли представлять? И вместо того, чтобы сказать спасибо, вы сейчас хайпитесь на этой истории. И люди, которые вышли отсюда и не смогли ничего в жизни добиться, кроме того, как комментарии строчить. Блин, ну какое же вы гнилье. Вот я вам честно могу сказать, как можно быть такими неблагодарными людьми. Ну ржу, конечно, потому что все безработные решили сразу поговорить о том, где же я буду работать. Поверьте мне, ребят, у меня с этим делом все в порядке. Я сумела себе создать платформу и не одну. И могу спокойно жить. Но прекрасно зная, какой я активный человек, вряд ли мне это получится. В общем, никаких похорон не было, никто не умер. Все еще впереди и все будет очень хорошо. Просто ждите новостей и все, что я могу сказать.